Привет! В ходе этого урока мы создадим наше первое графическое окно, укажем для него все настройки, а также запустим весь наш проект. А перед началом я хочу порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте будет код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Итак, в первую очередь мы давайте рассмотрим интерфейс самой программы. Большинство окон мы еще будем рассматривать на протяжении всего курса, в моменты, когда они нам будут нужны. Сейчас же я предлагаю сконцентрировать внимание на такой вкладке как обозреватель решений, так как именно с этой вкладкой мы сейчас и будем работать. Если, кстати говоря, какая-либо вкладка вам недоступна, в таком случае любую вкладку можно открыть через вид. Заходите в вид и здесь доступны все вкладки, например, как обозреватель решений. Так вот, что такое обозреватель решений? В этой вкладке у вас будут представлены полностью все те файлы, которые относятся к вашему проекту. Это могут быть различные файлы с кодом, как заголовочные, так и обычные cpp файлы. Это могут быть различные изображения, звуки, текстовые файлы и так далее. В общем, любые файлы, которые относятся к вашему проекту, они будут находиться здесь, внутри обозревателя решений. И тут вы действительно можете найти несколько папок. Первая папка это как бы папка всего вашего проекта, то есть это в моем случае она называется itproger.winapp. Здесь же есть папка ссылки. В этой папке у вас будут находиться различные дополнительные библиотеки, которые вы сможете подключить к вашему приложению. Сейчас здесь подключена только одна какая-то стандартная библиотека. Папка внешние зависимости, она примерно то же самое, что и папка ссылки. То есть папка ссылки внешней зависимости, они нужны для хранения каких-либо дополнительных библиотек. И вы можете заметить, что там сохранена какая-то одна стандартная библиотека В будущем при подключении различных баз данных, при подключении каких-то дополнительных сторонних библиотек Все они будут храниться как раз внутри этих папок Далее у нас есть в папке исходные файлы В этой папке вы можете хранить различные cpp файлы, то есть это файлы, где вы будете описывать код Также есть файлы заголовков, это файлы с расширением .h Ну то есть заголовочные файлы, где вы описываете просто сам класс, например саму формочку И не описываете там никакого функционала, функционал уже будет идти в исходных файлах И плюс есть файлы ресурсов, в этой папке вы можете хранить как раз ресурсы То есть это различные изображения, видео, аудио и другие различные материалы, что могут быть использованы внутри вашего приложения Вот такие вот тут простые у нас идут папочки Теперь мы давайте создадим некое новое окно И конечно же любое окно, которое вы будете создавать на основе WinForms Оно у вас будет записано на основе каких-либо определенных файлов Поэтому первое, что нужно сделать для создания окна, это по сути создать новый файл Итак, мы нажимаем правой кнопкой мыши на файлы заголовков Или же можете в принципе просто нажать правой кнопкой мыши на название вашего проекта Здесь нажимаете добавить и нажимаете создать элемент После этого, чуть-чуть ждем пока шаблоны подгрузятся Заходим в IP, то есть это пользовательский интерфейс или же интерфейс пользователя, что по сути одно и то же самое И здесь мы выбираем форма Windows Forms И как раз форма Windows Forms это по сути будет некое окно, которое мы создадим внутри нашего приложения В одном приложении может быть хоть 300 различных окон, это просто будут разные окошки, которые будут показываться пользователю Пока создаем просто первое основное окно нашего приложения Здесь же вы можете указать название для вашего окна Это то название, которое пользователь не будет видеть, но это название будете видеть вы при работе с самим этим окном В плане кода вы это название будете видеть Ну и допустим, сейчас я название менять не буду, пускай название будет как myform.h Тут важно указать то, что мы создаем именно заголовочный файл, то есть расширение идет как .h Ну и в принципе нажимаем добавить, после чего у нас будет добавлено новое окно При добавлении окна важно отметить, что в первый момент у вас будет вызываться вот такая вот ошибка Это вполне нормально, никаких проблем в этом нет, мы сейчас эту ошибку с вами исправим Но просто знайте, что изначально при создании окна вызывается ошибка Давайте мы этот даже файл пока скроем, чтобы он нам не мешал Смотрите, как только я добавил новое окно, у нас во-первых, было добавлено множество дополнительных ссылок Дополнительных библиотек, они были добавлены автоматически Также во внешних зависимостях вы тоже заметите эти библиотеки Ну, кстати говоря, возможно количество этих библиотек варьируется в зависимости от того, на какой версии операционной системы вы находитесь В любом случае какие-то библиотеки должны были скорее всего добавиться Но их количество может быть разным, поэтому если они не совпадают с моим количеством, не волнуйтесь Также помимо библиотек были добавлены два дополнительных файла Вообще для описания любой формочки здесь в WinForms всегда используются два файла Первый файл это файл заголовков с расширением .h, а второй файл это исходный файл с расширением .cpp Вообще в языке C++ всегда для описания какого-то класса используются два файла Ну, как бы принято использовать два файла Первый файл это файл заголовка, в нем вы просто описываете саму структуру, сам шаблон по сути класса А далее в файле с расширением .cpp вы описываете уже как бы реализацию этого класса Здесь принято использовать ту же самую как бы структуру, то есть есть заголовочный файл, есть исходный файл Поэтому для одной формы у нас как раз два этих файла и было создано Но также сразу хочу отметить, что здесь в WinForms очень часто что описание класса, что его реализация записывается исключительно внутри одного единственного файла Внутри заголовочного файла И чуть позже вы это как раз сами сможете заметить Сейчас же мы давайте просто откроем эти файлы, посмотрим из чего они состоят Если открыть файл .cpp, то все что в нем происходит это подключение заголовочного файла Ну и когда вы подключили заголовочный файл, здесь вы же можете описывать как бы функционал этого заголовочного файла Здесь как вы можете заметить никакого функционала дополнительно не описано То есть просто здесь есть подключение заголовочного файла Если же открыть заголовочный файл, то здесь будет идти описание вашего окна Вот вы создавали сейчас окно и любые элементы, которые будут находиться на этом окне, это кнопки, текстовые надписи, различные свойства и так далее, все это описывается здесь внутри заголовочного файла. Все вот эти, кстати, кнопки и надписи вы можете описывать через код в ручном режиме или же можно будет их описывать за счет графического интерфейса, за счет графического редактора. С ним мы познакомимся чуть-чуть позже, пока он выдает нам ошибку, но эту ошибку мы исправим. Давайте также просто вкратце ознакомимся с тем, какой же код здесь представлен. В первую очередь мы замечаем подключение различных пространств имен, это нам нужно просто для того, чтобы мы потом могли использовать разные классы, как например System, System, Component, Model и так далее. Далее идет создание класса, класс называется точно так же, как и называется ваше окошко, напомню окошко я называл как MyForm, поэтому класс у нас точно такой же. Любое окошко, оно наследует все от базового класса, который называется как Form. В этом базовом классе описаны стандартные вещи для любой формочки, а именно, например, кнопка закрытия, кнопка открытия окна, возможность для передвижения окна по экрану и так дальше. То есть какие-то базовые вещи, они описаны вот в этом стандартном классе. Далее у нас идет конструктор. В этом конструкторе мы можем прописать тот код, который должен быть выполнен при запуске всего окна. Сейчас же внутри этого конструктора все, что происходит, это у нас просто идет вызов такого метода, как InitializeComponent. Этот метод, он у нас по сути описан чуть-чуть ниже, вот этот метод здесь есть, и в этом методе происходит то, что мы инициализируем различные кнопки, текстовые надписи и любые другие элементы, которые есть на нашем окошке. Сейчас опять-таки у нас пустое окошко, поэтому по сути ничего не инициализируем, но тем не менее этот метод, он уже здесь присутствует. Помимо конструктора, здесь также есть деструктор. В деструкторе мы с вами проверяем, а есть ли у нас различные компоненты. И вот эта переменная Components, которую мы проверяем, это по сути вот эта переменная находится. В эту переменную записываются различные надписи, различные кнопки, поля и все в таком духе. Все эти вещи, которые находятся у нас на самом окошке. И мы просто в деструкторе проверяем, есть ли у нас какие-то вот эти вот дополнительные компоненты, дополнительные объекты. Если они есть, тогда мы их будем просто очищать. Мы будем их удалять в момент удаления всего окна. Ну, по сути, просто очистка памяти. Ну и, конечно же, самым интересным здесь является Initialize Component. В этом методе у нас происходит, по сути, инициализация всей нашей формочки. Например, на текущий момент здесь у нас указано то, что мы с вами устанавливаем значение для Components. В качестве значения мы указываем то, что первоначальным объектом для всей формочки это у нас будет некий контейнер. Как раз внутрь контейнера мы потом сможем забрасывать другие элементы. Опять же, это кнопки, текстовые поля, различные input поля и так далее. Сейчас мы просто указали, что вот у нас есть некий контейнер для этого. Также здесь указываются размеры для всего этого окошка. Сейчас наше окошко будет 300 пикселей по ширине, 300 пикселей по высоте. Плюс указывается название для окошка. Это уже то название, которое увидит пользователь. Это название вы можете поменять. Указываются пэддинги. Пэддинги – это внутренние отступы. Сейчас указано то, что никаких внутренних отступов не будет. То есть указано число 0. Это значение тоже можно поменять. И плюс здесь есть Auto Scale Mode. Это настройка, за счет которой будет меняться размер самого окна в случае, если вы меняете размер шрифта внутри окна. Ну и сейчас не особо возможно понятно, что эта настройка делает. Но здесь просто указано то, что действительно, если вы меняете размер шрифта для всего окна, то и размер всего окна, он тоже будет меняться. Чуть позже, уже через графический редактор, мы еще познакомимся с этим свойством. И я покажу, каким образом это свойство функционирует. Сейчас же мы просто можем заметить, что вот внутри этого заголовочного файла у нас идет просто такое краткое описание всей нашей формочки. То есть здесь есть конструктор, в котором мы запускаем как бы все наше окно, указываем какие-то стандартные настройки. Также есть деструктор для очистки памяти. Ну и по сути есть сам этот метод, где мы указываем какие-то стандартные настройки. Чуть позже здесь мы также сможем прописать код, за счет которого мы будем создавать ту же самую кнопку, надпись, какое-то поле для выбора и так далее. Все это мы сможем прописывать как в ручном формате, так и сможем прописывать при помощи графического редактора. Ну и конечно графический редактор, в этом плане он будет намного проще и с ним мы еще чуть позже ознакомимся. Окей, на текущий момент я предлагаю ничего не делать с этим файлом, поэтому его давайте закроем. И теперь перейдем в файл myform.cpp. В этот файл нам необходимо дописать основную функцию, то есть функцию main. На текущий момент из-за того, что у нас нет main функции, то весь наш проект он в принципе у нас сейчас не будет запускаться, не будет корректно запускаться. А также поскольку нет main функции, то сейчас у нас графический редактор он вовсе не работает. Поэтому давайте этот момент мы с вами сейчас исправим и допишем в файле cpp основную функцию, с которой у нас и будет запускаться полностью весь наш проект. Итак, первое, что нам необходимо здесь прописать, это подключение различных пространств имен. Поэтому здесь я подключаю в первую очередь такое пространство имен как system, а также помимо него, давайте даже скопирую эту строчку кода, помимо него мы подключаем еще такое пространство, которое называется system.windows. И здесь мы подключаем пространство имен forms. Эти два пространства имен, они нам будут нужны для того, чтобы потом описать правильный функционал для нашей основной функции. Далее мы должны здесь для основной функции в первую очередь дописать атрибут. Атрибуты они всегда прописываются до функции в таких квадратных скобках. И в атрибуте вы просто можете указать какую-то дополнительную информацию, которая будет привязана к определенному методу, к определенной функции. Например, сейчас я просто здесь укажу такую вещь, что мы как бы с вами вот этот вот метод main, вот эту вот функцию main, мы ее будем запускать в отдельном потоке данных. И для этого я дописываю здесь такой атрибут, который называется sta.thread.attribute. Вот мы его дописываем. Далее создаем саму по себе стандартную функцию main, то есть int main, так как мы привыкли в обычном языке C++. Сюда же мы прописываем параметры, которые могут быть переданы внутрь этой функции. В нашем случае здесь будет лишь один параметр, это по сути будет массив, который описан на основе такого контейнера как array. И здесь каждый элемент в этом массиве, это будет некая строка. Причем если ранее вы уже работали с языком C++, то вы можете сказать, что здесь мы как-то нестандартно описываем строку. Ведь ранее для описания строки мы обращались к std и далее обращались к string. И это как бы было стандартное для нас описание строки. Сейчас же здесь используется просто отдельный класс, который называется string. Используется он по причине того, что здесь в WinForms есть действительно отдельный класс, который прописывается как string, S с большой буквы. И суть этого класса заключается в том, что он делает нам точно ту же самую строку, которая была и в языке C++. Только теперь в этом классе у нас есть больше дополнительных функций для работы с этой строкой. Ну и мы как раз этот класс, который существует здесь в WinForms, мы его и будем использовать. Сюда же нам дополнительно необходимо дописать вот такие вот символы. Этот символ мы прописываем как для типа данных string, так и для всего нашего контейнера array. За счет этих символов мы указываем с вами автоматическую очистку памяти. Что это будет означать? Это будет означать то, что когда мы сейчас с вами создадим некий массив, когда мы в него поместим некие определенные значения, то у нас будет выделена память под все эти значения. А далее, когда мы перестанем работать с этим массивом, когда нам больше эти элементы не будут нужны, то в автоматическом режиме память под эти элементы, она будет очищена. Ранее, когда вот вы уже изучали язык C++, вы возможно помните, что там мы могли использовать ссылки, а также указатели. И по сути они тоже нам позволяли работать с динамической памятью. Но там, чтобы очистить память, мы всегда еще дописывали с вами ключевое слово delete. Здесь же в WinForms можно использовать вот такие вот специальные символы. И за счет этих специальных символов и так указывается то, что в автоматическом режиме будет происходить очистка памяти. Поэтому эти символы вы много где увидите. Ну и просто знайте, что это автоматическая очистка памяти. Также давайте мы укажем название для нашего этого контейнера. Допустим, название будет как args. То есть какие-то аргументы, различные дополнительные данные. Теперь мы давайте внутри этой функции опишем с вами по сути открытие нужного окошка. То есть при запуске всей программы у нас будет открываться окошко, которое называется как MyForm. Такой класс будет открываться как MyForm. Ну и чтобы нам это все описать, мы для начала обращаемся к такому классу как Application. Через него мы обращаемся к SetCompatibleTextRendering. И здесь мы укажем значение false. Это нам необходимо для корректной обработки текста. Также мы обращаемся к Application, опять же, этому классу. Здесь мы обращаемся к EnableVisualStyles. И просто говорим о том, что мы подключаем различные визуальные стили. Туда не нужно передавать никакого дополнительного параметра. И далее нам необходимо обратиться к названию нашего пространства имен. Если вы вдруг не знаете, какое название пространства имен, то можете зайти в файл MyForm, например, .h. Здесь вы копируете название вашего пространства имен. Вписываете его сюда. И далее через два двоеточия обращаетесь к названию вашего класса. В моем случае, мой класс, он называется так же, как и называется формочка. То есть MyForm. Ну и просто как бы обращайтесь к этому классу. И на основе этого класса я просто создаю некий объект. Пускай этот объект будет называться как форм. Позже этот объект я как раз и буду запускать при запуске всего нашего проекта. Так вот, создали объект. А теперь я просто обращаюсь еще раз к Application. Вот этому классу. Здесь я обращаюсь уже к методу run. И как бы говорю о том, что я буду передавать туда по ссылке такой объект как форм. Поэтому я здесь указываю знак процента. И указываю слово, и указываю вернее наш объект форм. Опять же вы можете задать вопрос, а почему здесь я указываю именно процент. Все дело в том, что здесь в WinForms обычно используются не стандартные классы, а классы по ссылке. То есть это такие классы, которые отмечены ключевым словом ref. Чтобы передать объект на основе такого класса, всегда необходимо еще вначале прописывать знак процентов. Что я как раз и сделал. Теперь у нас в принципе все готово. И мы можем даже попробовать запустить весь наш проект. Давайте попробуем это сделать. Возможно у вас сейчас будет ошибка. Возможно вообще ничего не откроется. Давайте просто попробуем все это запустить. В моем случае у меня все-таки все открылось. Вот мы замечаем, есть у меня какая-то формочка. И на заднем фоне у меня есть еще консоль. Возможно у вас вообще ничего не открылось. Возможно то же самое открылось. В любом случае нам нужно кое-что еще подправить. Чтобы у нас все-таки программа открывалась корректно. Итак, чтобы нам все подправить, мы нажимаем правой кнопкой мыши на название нашего проекта, далее мы переходим в свойства, здесь в свойствах нас интересует такая вещь как компоновщик и здесь нас интересует такая вещь как дополнительно. Тут же есть точка входа, то есть это как бы указание той функции, с которой у нас будет стартовать вся программа и тут вы давайте лучше нажмите на изменить и укажите, что точка входа это у нас будет наша функция main, ну и в принципе теперь нажимаем применить и нажимаем ок. После этого, если у вас до этого не запускалась программа, теперь она уже должна запуститься, опять же она у меня запускается как два окна, то есть есть основное окно моего приложения, а также есть еще некая консоль. И прежде опять-таки чем двигаться далее, мы давайте еще попробуем с вами убрать вот эту вот консоль, так как выглядит она ну не особо здорово. Чтобы убрать консоль, мы опять же переходим в свойства, на этот раз мы переходим в система, компоновщик система, тут же есть значение под система и мы с вами в качестве значения выбираем windows subsystem, то есть мы как бы говорим сейчас то, что мы весь наш проект будем запускать как некое windows приложение. И теперь, когда вы запустите проект, вы заметите то, что у вас будет открыто исключительно ваше приложение без какой-либо консоли на заднем фоне. Все выглядит так, как мы как раз и задумывали. И на самом-то деле вот это вот окошко, которое мы сейчас с вами открыли, это достаточно полноценное окно. Мы можем его растягивать, как нам только будет угодно, мы можем его закрыть, можем открыть на весь экран, можем наоборот его свернуть, можем в принципе делать с ним множество различных действий и все эти действия, они уже были прописаны за нас, нам необходимо просто теперь как бы наследовать эти действия и просто смотреть уже на небольшой пример хорошего окна. А теперь в ходе этого урока мы давайте еще откроем графический редактор и попробуем немного поработать с ним. Чтобы нам открыть графический редактор, в первую очередь вам нужно закрыть visual studio и открыть ее повторно. Дело в том, что из-за того, что изначально у нас там была вот эта вот ошибка, она всегда появляется, но из-за этой ошибки у нас сейчас графический редактор, он никак не будет открываться или будет открываться с ошибкой. Поэтому вы перезапустите visual studio, я это уже сделал и как только вы это сделаете, вы сможете два раза нажать на my form, после чего у вас откроется как раз графический редактор. В этом графическом редакторе вы можете работать с вашей формочкой, например, вы можете поменять размеры этой вашей формочки, также вы можете сюда перебрасывать различные новые элементы, ну и в принципе можете создавать тот дизайн, какой будет вам удобен. Относительно дизайна мы об этом еще с вами поговорим в следующих уроках. Сейчас я просто хочу вам показать такую еще вкладку, как панель элементов. Опять же, если вдруг этой вкладки нет, заходите на вид и здесь открываете панель элементов. Я давайте эту вкладку здесь закреплю, чтобы она всегда здесь у нас отображалась. И по сути в этой вкладке вы можете иметь доступ к различным объектам, которые вы можете располагать на вашем окне. Например, давайте мы сейчас с вами попробуем найти такой элемент, который называется как button. Button это стандартная кнопка. Ну и вот я нашел этот элемент, перебросил его сюда и вот у меня уже есть кнопка. Вы можете эту кнопку расположить в любом месте, можете поменять размеры этой кнопки, а также, что интересно, вы можете указать свойства для этой кнопки. Для этого вы заходите в другое окошко, которое называется как свойства. Ну, относительно того, как добавить свойства, как добавить обработчики событий ко всем этим элементам. Относительно всего этого мы с вами уже будем говорить чуть-чуть позже, в ходе следующих уроков. Сейчас же мы просто выполнили настройку нашего проекта, также открыли графический редактор, даже расположили какой-то элемент. Ну и если запустить сейчас весь проект, вы даже заметите, что весь наш проект это теперь у нас вот такое вот окошко с одной единственной кнопкой. При нажатии, конечно, ничего пока еще не происходит. В то же время, уже сейчас мы имеем достаточно неплохой проект, и над этим проектом мы будем работать уже в последующих видео уроках. Ну что же, надеюсь, урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok